Привет, друзья! С вами Светлана Дианова, и я рада вас приветствовать на своем канале Белль, посвященному проекту Леви и Белль или Жизнь прекрасна. Мое сегодняшнее видео будет посвящено итогам международной выставки изобразительного искусства «Вечная женственность», которая проходила в Беларуси 6 марта по 3 апреля 2024 года в Минской областной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина по адресу город Минск, улица Гекала, 4. И это наша уже четвертая совместная выставка с арт-проектом «Вечная женственность». В прошлом году мы провели две совместные выставки. Первая прошла в марте-апреле 2023 года в Новосибирске, в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Потом в октябре-ноябре 2023 состоялась международная выставка изобразительного искусства «Вечная женственность» в Беларуси в художественном музее города Витебска. И вот в текущем 2024 году мы провели еще две совместные выставки в Беларуси. С 9 февраля по 2 марта 2024 года выставка в выставочном зале Музея истории города Могилева. У меня на канале есть видео об открытии этой выставки и видео с итогами. И вот 6 марта по 3 апреля 2024 года прошла наша совместная выставка в областной библиотеке имени Пушкина города Минска. И сейчас картины с белорусских выставок уже вернулись в Москву, а впереди у нас еще много интересных совместных идей и планов с арт-проектом «Вечная женственность», о которых я обязательно буду рассказывать на своем канале. Организатором выставки в Минске традиционно выступил фонд «Уникальная страна», который представил два спецпроекта художественно-промышленной выставки форума «Уникальная Россия». Это международный арт-проект «Вечная женственность» и наш совместный авторский проект «Жизнь прекрасна» с вышитыми картинами нашей гобеленовой живописью. От нашего совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна» и нашего музея-галерей живописной вышивки на этой выставке было представлено семь вышитых картин в исполнении мастерицы вышивки Надежды Афанасьевой из подмосковного города Мытищи и мои картины Светланы Диановой из Москвы. Начиная с июня 2019 года мы проводим выставки вышитых картин на различных выставочных площадках Москвы, Московской области и в других городах России. И в Минске состоялась наша уже 32-я по счету выставка. И, кстати, параллельно с этой выставкой в Беларуси мы еще открыли выставку в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Торжественное открытие этой выставки состоялось 7 марта и она продлится до 25 апреля 2024 года. А посетить эту нашу выставку можно по концертным билетам Кремлевского дворца. И как это традиционно происходит по окончании каждой нашей выставки, в своем сегодняшнем видео я зачитаю отзывы из гостевой книги, которые оставляли посетители выставки «Вечная женственность» Пушкинской библиотеки города Минска. Но сначала я хочу представить вашему вниманию небольшие видеофрагменты из ролика, который подготовил арт-проект «Вечная женственность» об этой выставке. Ссылка на канал и оригинальный ролик будет в описании к этому видео. Это замечательный репортаж, наполненный яркими эмоциями, которыми мне очень хочется с вами поделиться. Сегодня, накануне Международного женского дня 8 марта, мы открываем выставочный проект российского фонда «Уникальная страна. Вечная женственность». Мы хотим от фонда и вообще от России и от всех мужчин поздравить наших любимых женщин с темным, темным, ярким праздником. Сказать, чтобы каждая женщина была по-своему счастлива, нашла свое такое истинное женское счастье, чтобы радовалась жизни, творила прекрасно, как из красоты. И вот эти выставки, которые мы возим по всему миру, по всей России, они показывают красоту женскую, как высшую духовную, так и ту, которая проявляется здесь на земле. Нам очень важно, чтобы это была гармоничная красота, которая вдохновляет мужчин творить подвиги. Поэтому я хочу, чтобы вы посмотрели эту выставку, почувствовали, как любим ее мы, как мы ее чувствуем, как принимаем, как мы ее показываем. И вдохновились на действительно жить ярко, красиво, по-женски. «Вечная женственность» – само название говорит о себе. Эта тема, она стара, как нет, казалось бы, избита и банально, но на самом деле нет. Она каждый раз новая, она каждый раз свежая, как первые листики, которые проклевываются разной весной на деревьях. Нежные, светлые, непыльные. Я желаю нам всем прекрасного настроения и удовольствия, которое мы получим от прикосновения к прекрасному. Коммунистическая направленность этого проекта в полной мере отличает принципам, заложенным в стратегических документах сотрудничества, где подчеркивается важное сохранение общего культурного пространства как одного из главных приоритетов взаимодействия наших стран. Наши страны связаны не только исторически, но и единством социального и культурного пространства. Именно семья является основой любого государства. Такие проекты, как «Вечная женственность», созданные к инициативе и впоследствии участия творческих людей из разных стран, включая Россию и Беларусь, позволяют соединить эти два понятия – «мужественность» и «женственность». Мужское и женское существуют в единстве и составляют единое целое. Желаю успеха вашим и уверяем, что чистые и любые образы найдут достойный отхыв у жителей Минской гостей Беларусской столицы. Благодаря этому духовному вектору мы сейчас с вами находимся в пространстве любви, гармонии, творчества, объединения всех. Еще хочу я сказать, что сейчас наступает век женщины, век Матери Мира, Матери Любви, Красоты, Гармонии и вообще всего, что есть, было и будет. Вот она будет посылать на нашу землю ключи гармонии, друг, начала и единства. Глядя на эти работы, вообще ты вдохновляешься и возрождаешься в жизни. Ты хочешь творить, хочешь дальше что-то делать, идти вперед. Замечательная выставка. Столько здесь света, обаяния, которое каждый художник внес своим сердцем. Поэтому это большая радость для женщин. День накануне 8 марта. Выставку мы смотреть начинали из Витебска. Мы в Витебск съездили, а сейчас приехали в Минск, и, естественно, все пришли сюда. Это больше чем нравится. Это высказать нельзя, это нужно почувствовать. Вы знаете, трудно подобрать слова. Это красота и гармония. Божественная энергия присутствует. Сейчас эпоха женщины. Любовь, верность, союз мужчин и женщин. Только вместе, только единство, единстве. А женщина должна быть с кем она, в первую очередь. Это мудрость, это София. А здесь все картины – это молитва. Молитва женщины, потому что женское начало. Воспитывать детей нужно сейчас. На этой красоте, на этом восторге, на этой любви беспредельной. Наверное, нас чище делают эти картины. Приносят радость сердцу. И над каждой задумываешься. Они нашу жизнь обогащают. Сердце наше становится совсем другим. При виде такой красоты и таланта, конечно. Поражаешься, какие глубокие мысли у людей. И уметь это передать, чувства свои, отношения ко всему. Это потрясающе, это не всем дано. Это просто мы преклоняемся перед такими людьми. Но это же красота, это мир, это наша жизнь. А так что? Не хлебом единым. Все потому, что душа наша была светлая, как картина. Чистая. Так что всем большой поклон. Я бы по всему Минску картины разрешула. Мне очень понравилось. Это вот как свет в душу какой-то прямо. Для меня это вот как какой-то свет из Атуна. Хорошая картина, прекрасная. Прекрасные, живые, божественные. Впечатление очень хромадное. Просто вообще красота, восторг. Не верится. Кажется, что это невероятно. Столько всего. Да, красота. Мне очень приятно, что в наше время проводят такие выставки. Потому что я как девушка, как женщина. Мне очень приятно видеть творчество. Как оно раскрывается в разных своих липостасях. Вы знаете, впечатление невероятное. Мне очень понравилась сама концепция выставки. Что про женское начало. Мне очень понравилось, как подобраны цвета. Вот гамма цветов очень успокаивающая, очень радует глаз. И вообще, ну, сама концепция вот довольно интересная. Великолепная просто выставка. Выставка не простая, не просто изобразительное искусство. Не просто какие-то интересные картины с большой философский и религиозный подтекст. Это всегда интересно. Всегда интересно, когда проходят экскурсии. Я с большим удовольствием прослушал экскурсии. Я прослушал объяснение самой художницы о своих творениях, своих полотнах. Еще раз соприкоснулся с прекрасным, с талантливым. Это всегда праздник в нашей жизни, в которой очень много, к сожалению, грубого, серого, негатива. Такой яркий позитив, такая прекрасная выставка, такой яркий посыл. И духовный посыл, и культурный посыл. Это всегда настоящий праздник. Поэтому огромное спасибо всем организаторам, кто предоставил нам великое это богатство. Духовное богатство, культурное богатство. Огромное всем спасибо, Анисский поклон. Ну, сказать, что я восхищена этой выставкой, сказать, что мое сердце здесь напиталось, что мои все духовные структуры получили подпитку, раскрытие, расширение. Это ничего не сказать. Кстати, я здесь второй раз уже, не здесь, а вообще на выставке. И я ездила специально в Могилев, чтобы побыть на выставке, откуда она приехала. Я два часа ходила там, бродила, наслаждалась, напитывалась. Познакомилась с тем, кто привез из России, из Москвы эти выставки. Очень благодарна этим женщинам-подвижницам, которые делают такую огромную работу, чтобы принести и поделиться сокровищами своей собственной души и сокровищами души художников, которые составляют эту выставку. И, конечно же, опять я хожу и такая чувство, что мир, который живет внутри меня, мир гармонии, мир красоты и женственности, он здесь проявлен. И здесь вот рассказывается о том, что изначально внутри Бог вложил каждого из нас и в женщину, и в мужчину. Спасибо, мне очень здесь хорошо. Я счастлива, что я здесь. Ну, для меня вот открытие, которое, что у нас в Беларуси есть такие люди, которые на такую тематику для меня очень важную рисуют. От картин исходит свет энергетика космическая, которая божественная, которая нам очень необходима всем. Если человек не будет подниматься над собой, говорить о высоком и стремиться к высокому, то мы превратимся опять в животных. Потому что Бог создал человека по образу и подобию своему, чтобы уподобиться. Поэтому человек должен не только смотреть на землю, но и смотреть почаще в небо. Я думаю, буквально во всех этих картинах это проходит. Мы должны возродиться, мы должны вернуть все истинные отношения для мужчины и женщины, которые по замыслу Всевышнего. Вы знаете, что замечательное впечатление. С работы идешь, конечно, другое что-то. Тут сейчас совершенно полет души. Хочется взлететь, творить. Хочется, чтобы уже все расцвело. Мы желаем от души всем нашим творцам, художникам, чтобы они не прекращались, эти вот образы. Они же божественные, и им вообще нет конца. Хотелось, чтобы вот это продолжалось, чтобы мы это впитывали, и это не прекращалось никогда. Большое спасибо всем создателям. Когда ты вдохновляешься, ты понимаешь, что ты тоже сила, что ты творческая сила, вот эта женская, вот эта наша выставка об этом говорит. И ты понимаешь, что ты реально можешь что-то изменить вокруг себя прежде всего, в своей семье, на работе. От тебя много что зависит. И просто силы мои обновились. Желание просто непреодолимое творить вот это добро и распространять просто вокруг себя на то пространство, на которое мы можем. Вот это я почувствовала, вот это обновление сил, которое, в общем-то, ну, усталость просто после зимы была большая. И вот сейчас я чувствую, что возродилась, а усталости просто нет. Обыденность, она как-то немножко нас затягивает всех. И вот это вот то, что, знаете, вот такие акценты позволяют нам выйти за рамки обычной жизни и взглянуть немножко со стороны на себя и на свои проблемы. Это реально, ну да, вот так, а что, как? И начинается какой-то новый этап в твоей жизни. Спасибо организаторам. Это просто безумная идея, замечательная. Я видела в интернете, да, я смотрела открытие в Витебске и не думала, что я попаду на нее в Минске. Это все совершилось. Большое всем спасибо и всем самым молодцем. Я хочу выразить благодарность всем организаторам проекта «Вечная женственность», всем сотворцам этого искусства, которое вдохновляет, воодушевляет и животворит. Настолько это впечатляет душу, раскрывает, что хочется, как говорится, пить и действительно нести эти лучи вечной женственности в свою жизнь, в жизнь близких, родных. Потому что женческая сила, которая здесь вот показана, выражена, она действительно мощная, но она чувствительная, она сердечная. Это любовь, это сила. И это все очень хорошо показано в картинах. Выражена глубокая смысл человека, его пребывание на земле, его предназначение. Здесь это все раскрыто. Раскрыто также очень глубоко гармония мужского-женского начала. А как мы уже знаем, что семья – это и основа государства, и основа вообще жизни на земле. И в семье женщина играет роль дающей жизни, дающей жизни, новую жизнь каждому, вообще жизни человечества. И это очень ценно, что здесь, на этой выставке, предоставлено это в очень большом формате. На данный, на сегодняшний день, это спасительная идея, которую нужно обновлять и дальше расширять. И еще отзывы из гостевой книги. Благодарю всех организаторов выставки за радость соприкосновения с удивительными работами международной выставки «Вечная женственность». Все картины просто наполняют светом любви, мудрости, пространства и каждого присутствующего. «Посетила выставку. Чувства от увиденного переполняют. Творческих успехов вам, вдохновения. Творите, радуйте. Людмила». «Вдохновляющая выставка. Хочется быть женственной, красивой, любимой. Хочется чаще бывать в таком состоянии и познавать красоту и душу людей через женщин». Зоя Минск Работы впечатлили. И в первую очередь Жозефина Уолл и Фрейдон Расули. Владимир Суворов – браво. Выразительные лица и в первую очередь глаза. Благодарю организаторов и всех, кто принял участие в выставке. «Выставка чудесная, впечатлила. Отрешился прямо от всех, от обыденности, от суеты. Подпитка духовности. Вот это женское начало, которое пронизаны все картины. Женская духовность, она в нас, а мы ее не чувствуем, не видим. Мы про нее забываем. Где-то ее за семи замками потеряли, зарыли. Вот поэтому я хочу сказать огромное спасибо вам, создателю выставки, за такую чудесную ее композицию, ну, за экскурсию, то, что именно мы прочувствовали эту духовность, женственность в этом и получили наивысшее впечатление, вдохновение, радость. Спасибо огромное. Впечатляющая выставка картин. Спасибо, Лариса Михайловна. Спасибо, спасибо. Я вспомнила, что и во мне есть душа от Бога. И Он надеялся, что я не закажу ее, а внесу что-то чистое. Я вспомнила, что земля-то наша живая, и ей хочется тоже тепла и радости. Прости нас, Господи, прости нас, дурных, нетерпеливых. Я люблю этот мир, люблю эту жизнь, несмотря ни на что. Спасибо вам, что пробуждаете мысли порядочности, любви и благодарности миру. С.Г. Артемьева Спасибо за деятельное стремление подарить людям радость. Прекрасные картины и стихи Суворова. Спасибо. Тепло, светло, душевно, спокойствие и благодать. Вот от картины идет какая-то энергия, благодать. Вот хочу одним словом сказать, что благодать картины дает благодать. Очень красиво. Мне все вообще понравилось. Это так красно. Выставка на самом деле оставила исключительно положительное впечатление. Мы ознакомились со многими работами зарубежных и наших авторов. Организаторы дали нам большую, очень плодородную почву для мыслей. И теперь, я думаю, мы сможем более серьезно относиться к жизни, больше понимать, больше знать. Довольно необычная концепция, интересная, духовная. Ну, наверное, в современности вот довольно духовности не хватает. Я считаю, что это довольно важная концепция. Хорошая плодородная почва для размышлений. Подумать над смыслом жизни, над нашими телями, над началом, над сущным материальным. Ну и название соответствующее. Вечная женственность. И очень много про это рассказывалось. И очень ждем, когда тут будет вечная мужественность. Потому что они не могут не дополнять друг друга. И вот ждем продолжения этой чудесной выставки. Очень рада, что в свой день рождения попала на такую волшебную выставку. Получила ответы на свои внутренние вопросы. Радости, свет души и сердца. Спасибо большое. Залека, Гамсова, Москва. Выставка картин великолепная. Красота, нежность, одухотворенность. А какие трогательные стихи. Высказывания о женственности, любви. Любви к Богу, Божьей Матери. Одним словом, замечательно. Циркунова, СВ, город Горьки. Огромнейшее спасибо за выставку. Посмотрев ее, многое начинаешь понимать. Слов нет. Пенсионерка. Выставка просто уникальная, я считаю. Во-первых, собраны произведения различных авторов из разных стран. И все они отображают вот именно духовный рост человека. И очень часто нам этого и не хватает. Нам кто-то об этом рассказал. Чтобы мы это почувствовали, поняли. Каждый человек придет в свое время к тому, что он поймет это. Ну, с возрастом, возможно. Но как можно раньше, это, конечно, лучше. И замечательные картины. Чистые, светлые, духовные очень, наполненные духовностью. Большое спасибо всем авторам. Замечательная выставка. Экскурсовод очень душевно, доступно для нас рассказала об авторах и понравившихся картинах. Задумываешься о вечном, красивом, духовном. Хочется делать добро. Спасибо. Еще хочется написать о женщинах, которые встретились на пути. Переход на платформе Якуба Каласа около филармонии и около метро. Распространяли рекламу о выставке. Примечания редакторов. Флайеры раздавали Тереса Кугач и Оля Луценко из Бреста. А пенсионерка – это Стеценко НС. Большое спасибо за выставку. Очень понравилось все. Будем советовать всем своим знакомым посетить это чудо. Я столько узнала полезного, что и в Библии не поняла. Еще раз большое спасибо всем создателям этой выставки. Чтобы каждая женщина стала богиней, ей необходимо смотреть на каждого мужчину, как на Бога. Иного пути нет. Благодарю за прекрасную выставку. Всем женщинам любви, мудрости, благополучия. Светлана. Замечательная выставка. Такая гармония от красок. Полета мыслей, творчества, вдохновения. Я потрясена. Я очень впечатлена и благодарна организаторам, художникам, волонтерам. Спасибо огромное за такое выставку. Я даже не ожидала, что я получу такие прекрасные эмоции от того, что я увидела. Для меня открытие просто новых имен, новых картин, новых мыслей. Мне очень понравилась выставка, очень понравилась экскурсия, очень понравился рассказ. Я в восторге вообще. Ну и даже действительно в душу как-то проникло это все. Я в восторге. Это надмирная красота. Эта красота несет энергию жизни. Посмотришь на эти божественные лица, особенно в эти голубые глаза, и жить хочется. А еще и самому творить хочется. Господи, какие красивые образы и лица. Слава Господу, что Он привел меня на эту выставку. Отфотографирую и буду звать сюда всех моих знакомых и друзей. Люди, идите сюда, смотрите и возрадуйтесь над мирной красоте мира Божьего. Александр, художник. Огромное спасибо. Спасибо всем, кто причастен к проекту «Вечная женственность». Спаси Бог за то, что несете свет. Благодари. Желаем творческих успехов и всем простого человеческого счастья. К любовью к вам, Нина плюс Ольга. Восхотновляющая, воодушевляющая, одухотворяющая выставка. Прекрасная. Сердце загорается светом, радостью, счастьем, виденного. И, конечно же, всем советуем посетить. И пусть душа расцветает от такой красоты. И у меня сейчас мороз похожий, потому что это очень значимо для меня. Но ты читаешь, и ты проникаешься этими мыслями, и зрительно ты наблюдаешь все это, это дорогого стоит. Как же я рада, что мне удалось посетить эту вдохновенную выставку вместе со всей семьей. Непередаваемо видеть восторг в глазах своего ребенка и задумчивый взгляд супруга. Выставка не только наполняет душу светом и благодатью, но и заставляет задуматься о глубоком, оставить бытовые заботы и отдохнуть душой. Благодарю организаторов и работников этого важного и прекрасного мероприятия. Процветание и счастье вам. Семья Козел. Выставка произвела очень трогательное впечатление. Женщина – начало-начал. Все в ней – и красота, и мудрость, и любовь, и нежность, и цветы, и песни. Женщина – это вечная музыка. Спасибо устроителям выставки. Лариса Булковская, город Солигорск. Большое спасибо нашему виду, который привел с нами очень интересную, познавательную экскурсию. И благодарны всем работникам, что нам привезли в Минск картины знаменитых художников. От всего сердца мы им желаем еще процветания, те, которые пишут картины. Можно посмотреть на женщины с разных сторон, и это помогает, можно почувствовать себя и в душе своей найти. От ту женщину, которая ближе. В то же самое время женственность, и, быть может, это и есть единственная особенность, которая отличает нас от мужчин, что мы умеем вот иносказательно видеть, и, возможно, через нас это приходит в этот мир, потому что действительно меня тронули слова о том, что женщина ведь это, по сути, мать, которая имеет возможность одна, никто больше этого не может сделать, родить ребенка, внести новую душу в этот мир, поэтому мне кажется, что наша женственность заключается в особенной роли, которую мы несем, поэтому мне понравилось. Абсолютно потрясающая выставка. Спасибо вам за ваш труд. Анна Тарасевич, город Минск. Посетила выставку, впечатлена и восхищена работами и талантом рукодельниц, художниц. Восхищаюсь цветами, подобранными в картинах. Смысл, вложенный в картину, велик, разнообразен. Говорю, слава женщине, матери, дочери. Пусть в мире будет много доброты и красоты, которую женщины несут в жизнь и окружающий мир. Мира, доброты всем. Минск, Бородина, Ге. Осталась под большим впечатлением от выставки «Вечная женственность». В работах художников столько свободы, разнообразия и духовной возвышенности, женской проявленности, что я смогла полностью погрузиться в эту атмосферу. Отдельная благодарность сотруднику Екатерине, которая провела очень интересную экскурсию. Благодарю за чудесное и наполняющее время, которое я здесь провела. Ирина Паркимович. Красота спасет мир, и женщина спасет мир. И хочется, чтобы вот эту вот выставку, наверное, и вот это выступление посетили и увидели мужчины. Вот когда мужчины окружат женщину своей заботой, женщина раскроется, расцветет, и все будет прекрасно. Потому что не только от женщины все зависит. Здесь и мужское начало тоже. И, конечно же, вот эта вот гармония, гармония, которая лечит. Вот так, конечно, прекрасно все впечатляет. Довольно интересная выставка. Рекомендовали друзья. Вот я попал, посмотрел картину. Творчество такое интересно. Благодарим. Поток энергии божественный, чистый, очищающий, светлый, нужный людям. Пробуждает, зовет, спасает. Восхищена. Мы получили большое впечатление от картин и благодарный экскурсовод за такой душевный рассказ о художниках и их изумительном творчестве. Мы получили большое впечатление от картин, от замысла выставки. Молодцы. Необычно. Давно такого не видела. Витебская область. Город Лепель. Прекрасная выставка. Получила огромное удовольствие от выставки. Спасибо экскурсоводу. Все сказанное настолько важно в современном мире. Замечательная и познавательная выставка. Заставила задуматься о своем женском предназначении через духовное начало. Талант представленных художников потрясает. От выставки в полном восторге. Спасибо огромное. Выставка организована великолепно. Тематика подобрана тоже великолепно. Я думаю, что такую выставку надо показывать в большом масштабе. Надо, чтобы и молодежь особенно приходила. И вот именно в смысле этих картин знать, как необходимо любить человека. Как надо дружить с человеком. И быть вместе друг с другом. И именно понимаешь вот на этой выставке, что действительно есть создатель, который и дает талант людям, чтобы они вот это несли, вот эти смыслы и вечные истины людям. И кто хочет, кто открыт для понимания, тот это пойдет. Чудесная выставка. Вечная женственность. Прекрасные произведения, картины и вышивки. Все освещено теплым светом любви и счастья. Даже пояснительные тексты понимаешь внутренним зрением. Спасибо, спасибо, спасибо. Чудесный мир гармонии красок, таланта, вдохновения и полета мысли. Выставка замечательная. Спасибо организаторам, художникам. Мы попали на замечательную выставку. Даже не ожидали, что получим столько эмоций и впечатлений. Замечательный проект, воплощенный в жизнь светлыми, высокодуховными людьми. В наше тревожное время очень не хватает людям таких вещей, которые дарят радость, тепло, духовный свет, надежду на светлое будущее. Спасибо организаторам проекта. Драчинский, Галина, Владимир. Мы благодарим очень за просто чудесную выставку. Всех, кто к этому причастен, организаторам, художникам. Просто мы переполнены какими эмоциями, положительными. Это здорово. Хотелось бы, конечно, чтобы как можно большее количество людей это увидели. Все это, всю эту красоту, все это восприняли правильно, все это впитали в себя, передали бы другим. Огромное спасибо. Огромная благодарность организаторам выставки «Вечная женственность» за прекрасный дар красоты и полета, за возможность прикоснуться к высоте и чистоте иных миров. Потрясающие работы, безусловно, способствуют открытию энергии вечно прекрасного в человеке, что очень актуально в нашем мире. С почтением и благодарностью, Фондеева Татьяна, Минск. Замечательная выставка наполнила меня миром, гармонией и красотой. Благодарна организаторам этой замечательной выставки, Валентина Трещенко, Минск. Огромное спасибо за чудесную выставку. Так красиво, эстетично, женственно, вдохновляет на творчество, созидание и добро. Творческих вам успехов. Вера Манцевич – ценительница всего прекрасного. Минск. Ну что хочу сказать. Светлана вообще, ну не то, что она огромная молодец, так как это нереальная женщина. Просто, ну нереальная. Как это, ну с кем же много, много образов всяких разных, вот найти именно свой образ. И потом, это же не один день, я понимаю, что даже не час, не месяц. Где-то, ну, и это сидеть, и вот у тебя из-под иголочки все это выходит, и какая-то энергетика твоя прям зашивается в это. И, наверное, поэтому все такое теплое, такое душевное. Вот эта дама, я не могу говорить, я с вами, мне плакать хочется. Туда так, так удивительно хороша, и, наверное, плохой человек, такого не он. Если что-то плохо дома, наверное, за вышивку не садишься. Иначе это все туда вошьется, и появятся морщинки. Тут явно человек очень светлый, и дай бог ей, конечно, здоровья ручкам, здоровья глазкам, шейки, спинки, удобная креселка. Ну, я не знаю, всегда, чтобы, ну, чтобы у нее все было хорошо, потому что эти работы, нам очень приятно на них смотреть, нам очень надо. Ой, я сейчас не вообще разоревусь. Вообще, спасибо ей огромное. Огромную благодарность хотим выразить прекрасной женщине, которая рассказала нам про множество прекрасных картин, их смысл и историю. Благодарим вас за такую прекрасную выставку. От студентов МГМК спасибо. Шакуре Даниил, Минск. Спасибо большое за такую изумительную выставку. В мире катастроф, кризисов так важно найти источник вдохновения для радости и любви. Подпись Минск. Огромное удовольствие и восхищение. Какая светлая душа у авторов, мастеров этих работ. Какое светлое восприятие мира. Лариса Смоленск. Изумительно, красочно и празднично. Праздник жизни, любви и вдохновения. Спасибо организаторам. Наталья Минск. Мне очень нравится фраза, когда говорят, что мужчины и женщины это не те, кто смотрят друг на друга, а те, кто смотрят в одну сторону. И вот это, мне кажется, взгляд в одну сторону я отображен на мой взгляд. В том числе, когда люди похожи, у них одинаковые ценности, у них одинаковые установки, одинаковые взгляды, тогда они могут создать гармоничный союз. По отдельности они могут быть самодостаточной личностью, но, мне кажется, соединившись вместе, они могут достичь еще гораздо большего, потому что каждый из них может научить друг друга чему-то новому. Мне очень понравилось. Выражаем огромную благодарность организаторам такой прекрасной выставки. Прекрасные картины. Они радуют душу. Эти картины хочется видеть вечно. Спасибо огромное за радость. Бронислава. Красочно, с любовью, для души, спасибо авторам и организаторам выставки вызывает возвышенные добрые чувства и веру в благородство, неповторимость мира прекрасного, созданного Творцом, Новикова Людмила. Благодарю организаторов такой необходимой выставки «Мир благодати, радости, красоты» Елена. Благодарю организаторов за разноплановость представленных образов. Картины затрагивают души молодежи и более взрослых посетителей. Каждый найдет благодать всевышнюю. Спасибо художникам, предоставившим оригиналы. Пусть провозвестие души стремится ввысь и беспредельность. Татьяна Минск. Мне, например, очень понравились эти фантазии. Они такие красивые и более близкие. Ну, по-наверное, ну, по-современному уже. Потому что все божественные картины, то, что близко где-то возле реликвий, ну, это так совсем серьезно. Вообще пилословский. Ну, это тоже несет, конечно, определенную такую энергию. Но мне вот эти очень понравились. Наверное, просто цвет, жизнь такая в них. Вошебство. Ну, такая напитанность. Просто вот это вот прекрасно. Замечательная выставка. Красота и изображение для душевной гармонии важна для всех. Мария Минск. Огромное спасибо за такую прекрасную выставку. Все работы замечательные, не оставляют равнодушными. Низкий поклон всем художникам за их труд и вложенную душу в их картины и вышивки. Желаю здоровья на долгие годы, счастья в семье и успехов в творчестве. С уважением, пенсионерка Ирина Николаевна. Благодарю организаторов за эту замечательную выставку. Все работы красивые, наполнены добром, теплом, любовью, а музыка и стихи их отлично дополняют. Они радуют душу, приносят радость и добро. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и творческого вдохновения. Продолжайте и дальше этот проект. Снежана, Минск. Торжество силы духа. Благодарю. Это выставка выше человеческих слов. Голицына Е.Н. Благодарю за возможность увидеть вашими глазами единство женщины и Бога. Прекрасная выставка заставляет задуматься о выборе дороги души. Бубнова И.А. От всей души благодарим за чудесную выставку. Работы волшебные, светлые, чистые. Хочется смотреть и смотреть на них. Возле этих картин хорошо и спокойно. От них веет добром, красотой, космическими энергиями света. Благодарим авторов за их творение. Благодарим организаторов за выставку. Ждем продолжения. Алена, Полинка и Кристинка. Минск. Ваш канал, Светлана. Все ваши передачи смотрим. И по воскресеньям посиделки смотрим. Все ваши картины вообще очень-очень нравятся. И наблюдаем за этим азбукой. Очень понравился этот лист, который на первый вышел. Мы ждем следующих репортажей. Следим за вами. Рады, что вы нам все это показываете. Вот такие замечательные отзывы посетителей. Напомню, что Международная выставка изобразительного искусства «Вечная женственность» проходила в столице Беларуси, в городе Минске, с 6 марта по 3 апреля 2024 года, в Минской областной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина, по адресу город Минск, улица Гекала, 4. Мы очень благодарны директору фонда «Уникальная страна» Валерию Богомолову и нашим друзьям арт-проекта «Вечная женственность» за приглашение провести очередную совместную выставку в Беларуси. Витебск, Могилев и Минск очень тепло приняли нашу выставку, подарили много приятных и радостных впечатлений. И мы уверены, что наши будущие совместные с арт-проектом «Вечная женственность» выставки будут также интересны для всех без исключения гостей, подарят вам огромное удовольствие, незабываемые впечатления и наполнят вашу жизнь ощущением прекрасного. А с вами была Светлана Дианова на канале Белль, посвященном проекту «Ля Ви и Белль» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok «Ля Ви и Белль»